Приветствую, друзья! Гражданский самолет МС-21-310 проходит процедуру сертификации. После этого авиалайнер будет готов к поставкам в российские и зарубежные авиакомпании. Среднемагистральный самолет МС-21 нового поколения по целому комплексу характеристик превосходит своих известных одноклассников. В первую очередь, Boeing 737 и Airbus A320. Надо понимать, что самолет создавался несколько позже, чем его западные аналоги. Это позволило воплотить в конструкции и облике МС-21 ряд новых технических решений, которые было невозможно реализовать при модернизации базовых моделей Boeing 737 и Airbus A320. Как известно, родословная Boeing ведется с конца 60-х годов, когда взлетел самый первый самолет этого типа. Потом неоднократно модернизировался. Airbus A320 появился в 80-е годы и тоже прошел несколько этапов модернизации. Наш МС-21 создан с нуля. Его разработка началась в конце прошлого десятилетия. Разработка с чистого листа позволила воплотить в его конструкции ряд новых технических решений, которые не так просто реализовать при модернизации ранее созданной техники. Это касается в первую очередь черного крыла, выполненного из композиционных материалов по уникальной технологии. Применение крыла из полимерных композитов имеет ряд преимуществ перед традиционным алюминиевым, которые применяют на самолетах-аналогах и позволяет получить более высокие характеристики по экономичности и дальности полетов. Есть ряд других обстоятельств, которые выгодно отличают МС-21. Производитель называет больший по сравнению с аналогами диаметр фюзеляжа, что позволяет пассажирам более удобно размещаться и иметь широкие кресла или более широкий проход между креслами. С точки зрения экстренной безопасности данный факт имеет существенное значение. Более широкий проход между креслами сокращает время на посадку-высадку пассажиров. Когда бортпроводница везет тележку, ее вполне можно обойти сбоку, не создавая пробку в самолете. Продолжая говорить о преимуществах, можно назвать высоту в кабине. Стоит отметить, что это не высота потолка, а барометрическая высота, давление, которое поддерживается в кабине МС-21, несколько выше, чем в существующих самолетах-аналогах. Когда самолет летит на высоте 10 тысяч километров, кислорода за бортом мало, дышать нечем. Существует определенный перепад давления в кабине. Благодаря специальной системе здесь перепад меньше и пассажирам легче дышать. С технической стороны, МС-21 самый современный двигатель последнего поколения. На выбор предлагается как зарубежный двигатель, так и отечественный, который сертифицирован в конце 2018 года. 15 декабря МС-21 с модифицированным двигателем совершил первый полет. Он называется МС-21-310. Самолеты с двигателями зарубежного производства называются МС-21-300. АМС-21-310 – самолет с двигателем ПД-14 российского производства. Они разработаны в Перми. Когда завершится процедура сертификации, самолет будет готов к поставкам. По всей видимости, это случится к концу 2021 года или к началу 2022. Будет предложено два варианта. Самолет с двигателем зарубежного производства и самолет с двигателем ПД-14. Который по характеристикам ничуть не хуже западного, но только запущенный в серийное производство. Ему предстоит доказать уровень своей надежности. Одномоментной замены парков всех Boeing и Airbus ждать не стоит. Они будут взаимодополнять друг друга. По мере расширения серийного производства и увеличения поставок эксплуатанты нашего самолета убедятся, что по ряду параметров он лучше аналогов и проголосуют за него рублем. Так вижу, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова